Здравствуйте. Я вот тут вроде сижу, с вами общаюсь для того, чтобы помочь вам разобраться в самих себе. Чтобы вот так направить вас на правильный жизненный путь. Ну, называется путь к успеху. Кто-то может думать, что это олигархом стать. Ну, я не знаю, это, конечно, очень редко. Хотя, может быть, да. Ну, кто-то должен стать олигархом, понятное дело. Один на миллион, может быть, даже больше, чем один на миллион, на полмиллиона, может быть, один. Ну, дело-то не в этом, а дело в том, что это я вроде как вам пытаюсь разобраться в вашем внутреннем мире. А это неправильно. Неправильно, не думайте. Я вам даже не пытаюсь в вашем внутреннем мире разобраться. Никто лучше вас самих в вашем внутреннем мире не разберется. Вы сами себе голова. Послушай другого и сделай, как считаешь правильно. Это вот я всегда вспоминаю фильм такой старый, очень популярный советский фильм Чапаев. Не смотрели? Ну, я не знаю, я не заставляю вас его смотреть. Но нам он казался очень хорошим, сильным, и до сих пор при внимательном просмотре он такое впечатление производит. Вот там есть сцена, типа военный совет у Чапаева. Каждый высказывает свою точку зрения, как нужно действовать. Наконец, последний, как положено на военном совете, такая традиция. Сначала высказывать самые нижние чины, ну и тут комдив должен последним высказаться, Чапаев Василий Иванович. Так вот, Василий Иванович начинает свои слова с того, что здесь говорили, наплевать и забыть, да, он же комдив. Вот, так вот, все, что я вам говорю, когда вы будете строить свою жизнь, наплевать и забыть. А почему? Не потому, что я глупости говорю. Хотя, может быть, и не без этого, но тем не менее не поэтому. А потому, что вы свое решение будете принимать. Комдив Чапаев Василий Иванович, он командовал дивизией. Это его дивизия, это продолжение его тела, его дивизия. Понимаете как? Он за нее отвечает, он принимает решение. Вы не командир дивизии. Нет, я, скорее всего, думаю, что так. Вы сами принимаете решение за себя. Вы принимаете решение. Что бы я вам не советовал, я по отношению к вам, к вашей жизни, нижний чин, вы принимаете решение. Понимаете как? Я вам подаю совет, а вы потом, в конце концов, все это дело пропускаете через себя и перечеркиваете. Я вам сейчас расскажу вот что. Есть лекторы. Это вот моя типа работа, лектор. Поэтому пример такой вполне очевидный. Есть лектор, который все правильно говорит. Все правильно говорит. Вот он знает предмет, как в книжке написано, как в другой книжке написано. Он все это сопоставил и рассказал. А есть другой способ читать лекции. Можно вот все это прочитать, да, наплевать и забыть. Пропустить через себя это называется. И уже это выпустить, как вот земляной червь. Он все эти вот жухлые листья через себя пропускает, а на выходе, о, чудо, там полудородная почва. Представляете как? О, мы живем на планете, которая вот покрыта полудородной почвой. Это то, что пропустили через себя земляные черви. Знаете это дело, да? Но делать не в этом. Вот этот вот лектор, когда он через себя пропустил, он создает замечательный курс. Потому что он пересказывает это уже, пропустив через себя своими словами. Вот так и вы. Вот все это послушали, что вам сказали, прочитали где-то там в книге, пропустили через себя. А на выходе уже, уже ваше, да, свое. Жизнь посмотрели вокруг себя, пропустили, написали какое-то литературное произведение. Ну, вы прописательский труд-то знаете, да? В школе все-таки учатся, там всякие, Тургенев, Чехов, да, Бунин. Кого там еще вы проходите-то? Да, Шолохов, Лев Николаевич, Толстой. Они вот все через себя пропустили, что-то такое прочитав. В прошлый раз Наполеон вам, так сказать, поминал. Он тоже пропустил через себя те книги, что он прочитал. И на выходе вот он написал те законодательные акты, по которым до сих пор живет Франция. Он пропустил через себя. И всем эта вот полудородная такая вот почва, полудородная для ума, для экономической, семейной французской жизни, она вот оказалась. Вот как вот здорово поступают творческие люди. И вы все в своей жизни творческие люди. Потому что кем бы вы ни были, вы все равно творческий человек. На какой бы работе ни трудились. Потому что ваша жизнь – это ваше творение. Ваши поступки. Лучше вас, как творец, никто не поймет и не разберется. Никто абсолютно. Это ваше решение, это ваша жизнь. Это вы знаете, вот в американских фильмах иногда там есть такой словесный пассаж. Ну, это твой выбор, говорят какому-то человеку, который какое-то решение принимает. Ну, как правило, вот в этом фильме говорят, ну, обдурили его, вот он сделал какой-то выбор. Это твой выбор, ему говорят. Это ты решил. А мы тебя на самом деле обдурили. Так вот, в любом случае, ваша жизнь – это ваш выбор. Ваш выбор. Даже если вас и не обдурили, все равно это выбор ваш. Вы послушали всех, что один сказал, что другой сказал. И приняли свое решение. Вы в любом случае в ваших делах разбираетесь лучше, чем окружающие вас люди. Вы лучше себя знаете, да? По крайней мере, вы так думаете, да? А ну, может быть, окружающие люди, я вам скажу по секрету, знают-то вас не хуже. Потому что мы все живем в первый раз. Живем все и живем, наблюдаем за окружающим миром. Вот наблюдаем мы за мухами, да, например, которые бьются от стекла, не могут найти выход из него. Открыли мы ему форчика этой мухи. Ну, там муха, там какой-нибудь другой насекомый. Она бьется, 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 бьется. Ну, что в форчик-то вылететь? А муха не видит, что эта форчика открыта. Она просто видит, что стекло прозрачно, а тут свет идет. Бум-бум-бум-бум-бум-бум, и толку никакого нет, да? Закрыто для нее. Вы-то ее можете направить туда, как только. Поймали что-нибудь, бумажкой какой-нибудь, и туда выкинули. Вот она и вылетела, да? Вот только так вот. Так вот, и люди, бывает, со стороны-то вас видят, а много раз они таких людей видели, как вы. Вы же не первый человек, который живет на земле, правда? И не первый человек, который там учится в институте, работает дворником, игрущиком. Таких людей было очень много. Не первый человек, который в эту жизнь вошел со всеми зубами и волосами и выйдет без зубов и волос. Это какой-то из писателей, так сказал, из русских классиков. Не помню уж какой. Вот, не первый вы человек. И люди, которые немножко видели жизнь со стороны, они вам могут это подсказать, как мухи, и правильный выход через окно. Вот видите, тут тоже такая вот дилектическая противоположность. С одной стороны, вы командир, вы принимаете решение. Но с другой стороны, у Василия Ивановича Чапаева, командира дивизии, тоже было руководство. Командир фронта был, да? Вот. А еще выше был там нарком-воен. Он тоже командовал. Ставил задачи Василию Ивановичу. Куда должна его дивизия, что должна делать, да? Куда отправиться, как попасть в форточку? Вот. Ему кто-то подсказывал, тем не менее. То есть, особо высоко не взлетайте, тем не менее. Да, вы командир сам в себе. И вы лучше других себя знаете. И лучше других понимаете. Но важно, что вам все это через себя творчески пропустить. И вы знаете, вот я к чему хочу сказать. Вот у нас, так вот мы заглавили, никто не разберется лучше вас в ваших делах, в вашем внутреннем мире, чем вы сами, да? Это да, так, так, так. Это я все правильно так и говорю. Но в принципе говоря, что значит разобраться в своем внутреннем мире? Вот есть слово, я его скажу, только не обижайтесь. Инженер человеческих душ. Знаете такое слово, да? Вот. Это так у нас в советское время называли писатели. Их называли инженерами человеческих душ. Вот. Вы, есть еще слово такое, людовед. Не путаться с людоедом. Людовед, тот, который в людях разбирается. Людовед. Людовед и душелюб. Не тот, кто душу любит, да? Это шуточка такая из литературной газеты советского времени. Людовед и душелюб. Вот. Так вот, значит, вы людовед и душелюб. Вы свою душу ведаете лучше, чем другие. В ней разбираетесь. Ну вот представьте себе человека, который очень хорошо разбирается в каком-то вопросе, чем-то ведает. Ну, в какой-нибудь планете хорошо разбирается, да? Вот. Очень хорошо знает про какую-нибудь планету Луну, например. Хорошо знает ее поверхность, ее геологию. А тут появляется ему на помощь другой человек, который владеет каким-то методом, который можно исследовать, использовать для исследования вот этой планеты Луны, да? Ну, скажем, скважину там пробурить может он, да? Спускаем аппарат, скважину пробурили, выбрали грунт с большой глубины, да? Ну, это фантазирует. Это же, так сказать, сильно двинет вперед того, кто занимается исследованием Луны. Селенолог его профессия называется. Сильно, да? Сильно двинется. Вы себя самого изучаете. Душевед вы, да? Так вот, ведая душеведением своим и используя чужие новые методы, благоприобретенные на стороне, то есть так же, как и Василий Иванович, он ведь все наплевать и забыть, то он ведь, тем не менее, не вот он один гений такой, а он всех послушал, все мнения проанализировал. Это как вот в шахматы-то, может, играете, нет? Там разные есть варианты так пойти, так пойти, так пойти. Ну, и вот эти его остальные товарищи, члены Совета, ему и говорили, а вот если мы так сходим, попробуем туда-сюда, он проанализировал этот ход, да? Ну, настоящее военное действие, это не вот те шахматы, где явно ограниченное количество, может быть, даже очень большое, но все равно ограниченное количество различных ходов могут сделать фигуры. Вот. Ну, а в реальной жизни это не так. Вот. В этом роль внешних помощников. И не только в военном деле, но и в вашем деле. То есть вы-то лучше всех разбираетесь, но вы прислушивайтесь к советам других. Они вам могут иногда быть полезными. Они скажут так, о, вот, знаете, бывает, любовь, любился, вам, не могу, вот, все. С милым рай в шалаше, всякие такие слова, или с милой рай в шалаше. А другие-то люди посторонние, посторонние, можно назвать посторонние ваших родителей, нет? Ну, вот эти вот, тут такой, родители-усыновители, попечители ваши, да? Они начинают ныть, да ну брось, ты что-то там, хочешь устроиться работать вот тут, в этот вот, грузчиком, в пивной ларек, ну, мало ли, что там много платят, да? Ну, и что ты будешь грузчиком проработать, что будешь до старости? Да мама-то ничего не понимает, сейчас никто не научится в институте, сейчас все деньги делают. Ну, и потом, короче говоря, грузчик уже не нужен, уже грузить нечего за такие деньги. А человек упустил время, в институте не учился, да? Вот представляете, такие бывают вот неприятности, да? Иногда бывает нужно слушать, взрослых хотел сказать. внешне по отношению к вашему внутреннему я, людей, да? Вот пропускать через себя то, что они вам говорят, подумать, смоделировать, проанализировать. Вот если бы Чапаев был бы на месте вот этого молодого человека, который пошел работать грузчиком, да? Зарабатывать большие деньги. Ну, было такое время, 90-е годы, и грузчик, который умел грузить, но не любил разговаривать на стороне про свою работу, он мог получать очень хорошие деньги за то, что он там разгружал, да? Вы меня понимаете. Вот. Ну, а в конце концов, он становился обычным грузчиком, который получает обычную для грузчика зарплату, вовсе не такую высокую, не как, так сказать, доля добычи, а как просто заработал. Не хочешь, он другого сейчас наймем, без таких запросов, как у тебя. Вот. Вот такая вот жизнь. А время-то пройдет. Так вот, если вот этот вот Василий Иванович Чапаев был бы такой ситуацией, он выслужил бы всех и сказал бы, наплевать и забыть. А ведь наверняка ему, этому молодому человеку, говорили, да без конца-то не будешь этим грузчиком работать. Жизнь-то меняется. А посторонние люди, они видели эту форточку-то, да, много раз уже. Так, начинается что-то новое, да, вот сколько помню. А я еще застал то время, когда все хотели быть летчиками, да, потом все хотели быть космонавтами. Я, правда, хотел быть моряком. Не космонавтом, не летчиком, моряком, потом врачом. Но потом стал физиком, да, вот, душеведом и людоведом и душелюбом. Вот. Ну, то есть, прислушиваться надо к остальным. Это не значит, что я никогда ошибок не совершал. Да, бывает, сколько угодно. Опыт, сын ошибок трудных. Я с вами делюсь ошибками. Получайте это. Получайте, пользуйтесь этим. Это очень важно. Тут редкий случай, когда, послушав рассказы про чужие ошибки, можно сделать свои. Вот просто тому молодому человеку родители не смогли объяснить, что не надо идти в грузчики работать. Не смогли подходящего примера из своего прошлого найти. Не у всех есть примеры на все случаи жизни. Может быть, не совершали таких ошибок. Может, просто не было подходящего случая. А тут вот оно. Грузчики много зарабатывают. Немного зарабатывают. А годы прошли, годы потеряны. С образованием пришлось, может быть, как-то попрощаться даже. Вот. Но, тем не менее, лучше вас никто не разберет. Это ваш выбор. Да. Пошел в грузчики, это ваш выбор. Ты так решил. Да. Ни на кого не пеняй. Как говорится, надо было пропустить через себя и выпустить. Так вот, пропускание через себя это все-таки творческий процесс. Согласитесь со мной. Вы не просто тупо последовали за тем, кто вам показал форточку и вылетели в нее, как муха. А муха, она творческая, она не понимает, ее надо выкинуть туда. Вот она тупо последовала, когда ее выкинули. А вы вам объяснили, что есть стекло, есть форточка, а в форточке там нет стекла. Там воздух, он так же прозрачен. И вы решили проверить, действительно так же прозрачен воздух, как стекло, но проницаем. И вы на свободе, вы в саду среди благоухающих цветов. Представляете, как приятно чувствуете себя муха, вылетев в сад из вот этого помещения нашего затклого. А там ароматы, все прочее. Вот так и вы, приняв правильное решение, чувствуете себя замечательно на воле. На воле вами принятого решения. Вы так решили. Не выкинули вас через форточку, а вы сами нашли это решение, пропустив все через себя. Да, еще раз повторюсь, это творчество. Вот, вообще говоря, творчеством заниматься милое дело. Очень милое дело. Рекомендую вам это всегда попробовать. Творчество бывает всякое. Ну, самое доступное для современного человека творчество, это литературное творчество. Что-нибудь писать. Вот сейчас стало популярно в интернете, есть всякие-таки сообщества там, в интернете, я в этом плохо разбираюсь, но тем не менее, вот что-то такое видел, да, как это называется, не читал, но осуждаю, в советское время говорили. Не, я не осуждаю ни в коем случае, хотя и читал чуть-чуть, да, вот. Люди что-то придумывают. Что придумывают? Берется стандартный какой-то сюжет. Значит, стандарта нехорошо сказал, а широко известный сюжет, широко известные какие-то герои. Ну, вот есть фильмы про Гарри Поттер, да, широко известный герой, да, в определенных кругах. Или там какой-нибудь Бэтмен, о, Бэтмен, да, Бэтмен, знаете. Да, собственно говоря, любой такой вот массовый, массовому сознанию пришедшийся по вкусу сюжет фильма, романа, вот он, значит, они его берут, эти авторы, и начинают что-то на эту тему сочинять. Ну, скажем, продолжение, или какое-то ответвление, или какая-нибудь альтернативная история какого-то героя, что было бы, если было бы не так, да, вот по-другому бы случилось, да, вот недавно вышел такой фильм по роману Виктора Гюго отверженный, чтобы если вот Жан Вальжан вовремя сумел помочь, так сказать, матери, это сам, Казетты, да, вот, не прошел бы мимо ее несчастье, а вовремя помог. Как бы тогда было. А вот давайте вот напишем этот роман, да, вот с этого места поворачиваем Виктора Гюго пишем в другую сторону. Ну, каждый в силу своего развития языка пишет. И пишет он, и он свой язык развивает, да, вот почитавшие такие опусы, а некоторые опусы, вот у некоторых людей это получается очень длинно писать, да, это вот дневники быстро надоедает писать, а вот всякие выдумывать истории это получается очень хорошо у людей, да, вот дневник обычно все сдуваются, пшш, одну-две записи и пшш, а что у тебя в своей жизни ничего интересного нет? Это вам не Жан Вальжан и не Бэтмен с Фантомасом. Это так, наша жизнь скучная, что там интересно, ничего интересного нет, все то же самое. Вот, а тут вот можно попридумывать и развивается язык. Это хорошо или плохо? Это очень хорошо. Потому что мы мыслим, вот наш интерфейс, да, мы мыслим на языке, на определенном языке. Вот мы мыслим, я мыслю на русском языке. Есть люди счастливые, которые знают несколько языков в совершенстве, могут мыслить на нескольких, я не представляю, как они живут. Но это так здорово, так необыкновенно, да, представляете, вот так человек мыслит на нескольких языках. Может на одном языке, может на другом языке. И причем это очень здорово, потому что языковые конструкции разные. Язык – это метод организации мышления. Помнится, в начале 90-х годов, еще до 91-го года, читал я статью в журнале «Век 20-й мир». Был такой маленький журнальчик, брошюрка такой. По-моему, общество, борьбы за... Советское общество, борьбу за мир, как так называлось? Не помню. Маленький такой брошюрка. Там была статья одного доктора наук, профессора из Узбекистана. И вот он пишет, «Вы знаете, говорит, вот у нас в некоторых союзных республиках получилась такая ситуация, что люди не знают совершенствия своего языка родного и не знают совершенствия русского языка. и ситуация очень тяжелая для них, потому что нормально мыслить они не могут ни на каком языке, ни на своем родном, они его не знают в совершенстве, ни на русском, они только тот же самый необходимый минимум знают, да? Ну, вот представьте себе, вот, ну, может быть, вы в школе изучали какой-нибудь иностранный язык. Было такое дело? Было такое дело. И, в принципе говоря, вы что-то можете даже рассказать, да? Вот, помню, один преподаватель требует от своих студентов, которые опаздывают к нему, а он преподаватель английского языка, на урок английского языка, вот, значит, вы, говорит, что-нибудь мне, вот, пожалуйста, я вас пущу, но вы, пожалуйста, на английском языке объясните, почему опоздали, да? Вот, вот они сидят, бедные, в коридоре, ну, я их пытался научить в силу своего маленького знания английского языка, я им говорю так, вот, значит, поздоровайтесь, зайдите по-английски как-нибудь, найдите способ и скажите, my life is very difficult, вот, на жалость бейте, на этом мое знание английского заканчивается, моя жизнь очень тяжелая, ну, и что бы я мог делать в англоязычной стране? Жаловаться на тяжелую жизнь, да? Просить там буав, манже, дармир, да? Это, правда, по-французски уже. И все. Это, это что такое? Это самый нижний слой общества, который может только жить за счет попрошайничества, потому что минимум мой языковой. То есть здесь я, о, доцент, лекции преподаю, могу студенту жизнь разбить, двойку поставить, и его отчислят из вуза. Потому что я знаю в совершенстве русский язык. Так вот и вы, когда пытаетесь себе разобраться, вы так или иначе разбираетесь, пользуясь языком. Я-то вот даже, окажавшись в иноязычной среде, я-то могу думать по-русски. Это я там буду просить манже, манже, буав, дармир, да, поспать, значит, дармир. А манже, буав, вы поняли, да, поесть и попить. Вот. Вот так вот, да. А думать-то я буду по-своему что-нибудь про них, про этих, которые мне манже дают, да, айш ты какая, а. Да, попади, попалась бы ты мне в Россию, тогда дал бы я тебе манже с буавом. Вот. Так вот, да. А если у вас нет этого языка? И вот у вас ведь нет, на самом деле, совершенного владения языком. А это очень важно. Надо языком владеть в совершенстве. И поэтому вот это вот сочинительство такое вот, да, литературное, оно очень даже полезно. Вы знаете, вот нам в советское время вот объясняли, почему у нас хорошо, а за границей плохо. Вот. Одно из объяснений было такое. Вот смотрите, у нас очень развита литература. Вот вы читаете, вы, детки, читаете книжки, да, там, про Баранкина будь человеком, там, про еще что-нибудь, там, да, про трех мушкетеров, про таинственный остров, про Даниэля Дефо и про Колобка. А вот там у них, очень популярный так называемый графический роман. Это тоже жанр искусства, я не собираюсь его так опускать, как говорится, да, принижать. Ну, это свое искусство, ну, живопись искусства, кинематограф искусства, а это ведь тоже ведь не текст, да, это не роман, это нечто визуальное видо искусства. Так вот, у них есть такой искусственный графический роман, комиксы, да, и люди для развлечения, значит, чтобы провести время, покупают эти комиксы. Лично я как-то в них не въезжаю, да, вот, когда я был маленький, был такой, были такие журналы, да, типа «Веселые картинки», «Мурзилка», и там были, ну, то, что сейчас называли бы графические вот произведения, графические раскаты, да, рассказ, картинка, под ними подписи, да, мы еще такие мультики, не мультики, диафильмы смотрели, картинка, а под ней подпись, да, а тут вообще подпись-то изъята, то есть мы видим, что происходит вот без слов, то есть вот такое, как в кино, как в кино, только там, так сказать, кадр остановившись, не надо кто-то сказать, он что-то говорит там, типа, трах-тарарах, или там, звуки тоже изображались, бух-бух, что-то взорвалось, бух-пух-пух, кто-нибудь выстрелил, вот такие вот, просто без языка, это очень человеку не дает развиваться, так нам объясняли, ну, я не выступаю против графического романа, это один из видов искусства, что тут такого плохого, но вот, вы, пожалуйста, попробуйте что-нибудь сочинительствовать, придумывать, по молодости наших лет, ну, я же брюзга, я же вам рассказываю про то, как в наше время было хорошо, а сейчас плохо, мне и бабушка так рассказывала, которая в голодные годы жила, и как было в ее время хорошо, как она за хлебом ездила в деревню, а в наше время, вот, может, было до булочной дойти, и, подстояв небольшую очередь, хлеб все-таки купить, а в наше время как-то вот, ну, она же тогда была молодая, а тут она уже моя бабушка, вот так и я сейчас, старенький, когда был молодой, так вот, в наше время был такой вид искусства, телевизора-то ведь не было, комиксов-то ведь не было, книгу купить в магазине было очень сложно, в магазин придешь, книжный, да, книги стоят, все, труды Ленина, Маркса, Энгельса, съезд КПСС последний, в обязательном порядке стоит, и все, цел отдел, а так что-то такое, ну, учебники бывает попадались там, по физике, по математике, по химии, хотя тоже за ними надо было побегать, поискать, трудно было купить, а так, почитать-то, с вами взять было нечего, в кино, тогда же не было ни видеопроигрывателей, ни видеомагнитофонов, фильм, который идет в кинотеатры, он и идет, вот, он посмотрел его, все, больше ничего нет, а мультиплексов тогда ведь этих не было, как сейчас, по телевизору, там, значит, вот, один такой столбик, в газетной программе, это вот столбик, все фильмы недели, которые показывают по телевизору, все, дай бог, один фильм в день, это в хорошем случае, а то и нет вообще ни одного, смотри, там, шаги пятилетки, какой-нибудь, передачу, где что построили, где сколько молока надоели от коров, сколько-то, на самом деле, так вот, был такой вид искусства, за генотики, мы за генотики рассказывали о чем-нибудь, потому что мы что-то знали, вот фильм какой-нибудь посмотрели, и на эту тему начинаем рассказывать за генотики, это вот то, что сейчас в интернете, вот, люди вот продолжают, ну, посмотрел, например, кино «Война и мир», замечательный фильм, правда, да, ну, там, значит, тоже ведь, кроме войны, там еще и отношения между людьми, может, смотрели, может, читали, нет, ну, то, что читали, это я не надеюсь, конечно, а то, что смотрели, ну, вероятность есть хороший фильм Бондарчука Сергея «Война и мир». Так вот, потом можно было на эту тему пофантазировать, а что бы было бы, если бы вот тогда, в 12-м году, был бы автомат Калашникова, про автомат Калашникова-то мы уже знали, да, вот это, как бы тогда, значит, Андрей Болконский бы передернул бы его, и вот глядя в эти противные глаза Анатолия Куржагина, и полетело-то все куски, да, ну, и вот так вот, вот рассказывали, такие вот загенотики загибали, но это вот тоже современное искусство, правда, мы говорили устно, честно говоря, мне говорить легче, чем писать, это вот, я из того поколения, когда люди говорили много-много по любому поводу, оправдывались, когда их критиковали, а нас очень любили критиковать тогда, да, по всяким поводам, в том числе по идеологическим, да, вот, и вот мы это оправдывались, а сейчас народ в основном пишет через компьютер, что-то такое, вы там, вы молодежь, я к вам обращаюсь, и поэтому вам проще вот это сочинительствовать письменно, да, пишите, очень помогает развивать, а вот развив текст, да, отработав, ваши языковые вот эти вот изобразительные средства, да, вы же нечто, мысль вашу изображаете, отображаете вот языковыми средствами, да, чтобы было понятно, как там вот падал свет, исказанное лицо, козетта, или как там что-нибудь, Жан Вальжан, там, волосы ему закрывали, лопали, что-то такое, вот, вот, это вы словами все это описываете, да, вот, и отработав его, а вы что отработали? А вы отработали язык, на котором работает ваш интерфейс, да, понятно? Я вам в прошлый раз говорил, помните, там, сравнивал наш мозг, это, конечно, мое вольное сравнение, литературное такое, я же все словами говорю, литературное сравнение, вот наш, значит, мозг, есть у него подсознание, как говорят психологи, хотя это они так говорят, есть оно или нет, никто не знает, но вот что-то такое, вот, что независимо от нашего вот этого вот, словесного интерфейса происходит, оно есть, и вот это подсознание, наверное, есть и у животных, правда? Да, конечно, есть, но он обезьяна, если, говорят, научить их каким-то жестам, они, говорят, даже шутить, начинают обманывать, да, шутки, приколы всякие, да, вот, а главное, что они говорить не умеют, у них вот этот интерфейс не развит, да, у них во внешний мир только там типа уа, и какие-то такие жесты, да, вот это все, что, весь их интерфейс, у них все из подсознания идет, от животных инстинктов, а у нас они где-то там внутри, да, но мы все это словами переводим, да, вот у нас темы обычно в литературе какие, война и любовь, да, это любимые темы, и вот в кинематографе соответственно в нашем, какие фильмы про войну, а еще про воров были, да, но это тоже такая вот деятельность такая вот острая, да, вот, и как это вот, словами же мы описываем, а на самом деле, что вот под этими темами про воров, про войну, про любовь, это, так сказать, те инстинкты физиологические, которые где-то там внутри наш подсознание живут, любовь, ну, продолжение рода, ну, про воров, вот, добыть себе пищу, да, вырвать у другого и съесть, да, ну, или там что-то такое еще, про войну тоже, вот, своих защищать от чужих, это ведь все эти конфликты вот такие вот, про воров, про любовь и про войну, они есть и у животных, но они у них не имеют такого вот возвышенного описания, как у нас, потому что у нас все словами, и нет у них такого вот развитости этого, да, ну, разве обезьяна сможет украсть деньги из сейфа? Не сможет, хотя украсть банану другой обезьяны, его человек, она сможет, а вот из сейфа не украдет, интерфейс не развит, вот так вот, то есть, развивая вашу речь, вы тем самым развиваете свое мышление, вот это очень, очень для вас важно, вот, вот на что я вам советую обратить внимание, побольше говорить или писать, ну, говорить сейчас надо, чтобы вас кто-то слушал, в наше время всегда слушатель находился, потому что скучно было, да, скучно было, по телевизору, и не у всех, кстати, был еще телевизор тогда, особо ничего не было, по радио все ждали детскую передачу, да, или там, литературную передачу, или спектакль раз в неделю, по радио была радиопостановка, а потом, о чудо, их стало два раза в неделю радиоспектакль, представляете, жизнь какая стала красивая, да, как весело стало, а все остальное время развлекали сами себя, то есть, этими загенотиками, придумками, ну, а теперь тоже молодежь телевизор, говорят, не смотрят, или смотрят, ну, я не знаю, продвинутые они, говорят, не смотрим мы телевизор, мы в интернете все ищем, и еще сами, еще продвинутые, там пишут всякие байки, про своих там этих вот, бэтменов, фантомасов, я не знаю, про кого там еще они пишут, мне нравится, пусть тренируются, отрабатывают, язык, язык мышления, так вот, чтобы вам разобраться в вашем сложном внутреннем мире, вам нужно, этот сложный внутренний мир отобразить в виде языка, чем мир ваш сложнее, тем сложнее должен быть ваш язык, ну, не сложнее, тем развитее, да, вы понимаете, вот, говорят так вот, ну, попробуйте картинку нарисовать одними прямыми линиями, очень небольшое количество объектов вы сможете изобразить в виде каких-то прямых линий, да, многоугольников, да, а вот уже кривыми, уже лучше, да, ну, вот портрет человека из прямых линий, это что-то, какой-то, так сказать, как это называется, самоделкин, да, помните, такой был, он тоже был из прямых линий, вот и всё, а карандаша уже прямыми линиями не нарисуешь, карандаш такой был, персонаж сказочный, не нарисуешь, там уже нужны кривые линии, вот, более, кривая линия, она же более сложная, чем прямая, правда, её сложнее нарисовать, некоторые вот, детишки вообще без линейки не могут прямые линии проводить, табличку давайте нарисуем, они начинают, линейку, дай мне, дай мне, зачем линейку так проводить, это чуть-чуть кривая, кривая, да, вот, вот я вот развил вот эту привычку чертить, как мне черчение учили, техническом рисовании, поэтому я вот это могу проводить, так вот, язык должен быть хорошо подвешен, да, ну, язык не обязательно в смысле говорения, в смысле писания тоже, это даже лучше, вы там ещё орфографию изучите, хотя молодёжь-то пишет там, ошибки у них, то и дело там, в их текстах, ну, надо исправлять, стараться, вот, это очень важно, сложные мышления, сложные языковые конструкции, могут ваши сложные проблемы отображать, да, потому что, если вы прямыми линиями круг не нарисуете, это будет очень грубое приближение, да, а вот уже изобразить его с помощью карандаша кривого, ну, более-менее, да, похоже на круг, да, похоже на круг, а по линейке, когда, представьте себе, сколько вам надо раз линейку поворачивать, чтобы это было более-менее подобно кругу, да, какой-нибудь очень-очень многоугольный многоугольник, да, где уже неразличимо, неотличимо, вот это вот ломанное от дуги, и вот язык наш, он моделирует, описывает, да, сложный язык, сложные процессы опишет, простой язык, простые процессы опишет, вот, ну, я так, в жизни таких людей, к счастью, наверное, хотел сказать, не встречал, нет, наверное, встречал, но близко не был с ними знаком, люди с очень бедным языком, и у них отношения-то между собой тоже какие-то очень бедные, скучные, неинтересные, в литературе я про таких много читал, обычно это какое-нибудь классическое произведение русской литературы, и вот он, так классик, сам классик-то обычно образованный человек, хоть Чехов, хоть Лермонтов, хоть Пушкин, да много чего, и он описывает людей из низов тогдашних, низов, которые были часто неграмотными, да, тогда эти, или малограмотными, не могли сложную конструкцию построить, и мысли-то их были все очень простыми, да, не сложными, да, более сложно, они стремились, как правило, получая образование, то есть расширяя свой словарный запас, словарный запас, большое дело, чем больше слов вы знаете, тем больше вы можете сказать, вот между прочим, с точки зрения оценки знаний, хорошо быть, так сказать, китайцем, да, потому что там у них уровень образованности определяется очень просто, сколько иероглифов знаете, вот, в русском языке, ну, как сложно сказать, сколько вы слов знаете, да, откуда я знаю, сколько я знаю слов, да, а у них вот иероглифы, и мы всегда можем новое слово узнать, да, вот, что значит, например, слово реципиент, да, вот, объясняет тот, кто, значит, реципиент, вот, вот, такой-то вот, кстати, посмотрите, где-нибудь в словаре, что такое реципиент, поработайте немножко над собой, вот, а поймете, а китайцы, вот иероглиф, а что он обозначает? А как это объяснить? Вот, должен быть свой иероглиф, ему должен учитель объяснить, что это значит, а-а-а, сказал он, вот, и вот, вот, сколько китайцы знают иероглиф, вот тот уровень его образования, там все очень четко, градация происходит, чем больше человек знает иероглиф, тем он более образован, тем он большим количеством объектов, интеллектуальных может манипулировать. Это очень здорово. Ну, а у нас, кстати говоря, зато легко учиться. Учитель нам не нужен. Книга. Лучший учитель, как говорится. Выучил азбуку. Алфавит. Сумеешь складывать из них слова. И все. И вперед. И читай. Читай любые книги. То есть, вот твой собеседник всегда с тобой. Тем более, сейчас компьютер, твой собеседник, он тебе и даже программист читают там, да, текст. Ну, я... Как-то они мне не нравятся. Как-то очень заунылно, скучно читает. А живой человек рассказывает интереснее, чем компьютер читает вот этот вот написанный текст. Холодным языком пропускает циферки. Четно очень. Мне не нравится. Вот. Ну, так вы поняли, к чему я клоню. Да? Сегодняшний раз. Лучше вас никто не разберется в самих себе. Но для этого вам нужно освоить все те богатства, что языковые, что... Чем нас снабдила наша культура, наша цивилизация. И вот освоив их, вы сможете в себе разбираться и принимать свое решение. Тогда вам скажут. Это ваш выбор. И это не будет просто издевательским словечком. Вас обманули. Это ваш выбор, да? Вот. Мешок гнилых яблок в обмен на кого-то. Насла, что ли? Там сказка такая была. А это ваш выбор. Вы выбрали, больше не претендуйте. Нет. Вы выбрали, вы сделали свой выбор обдуманно. С помощью вот этого анализа, который ваш интерфейс проводил, опираясь на подсознание. Я не знаю, почему я сюда показываю на подсознание. Может, оно тут где-то и есть у меня? Интуитивно, может, я так под... Нет, наверное. Вот так вот. Ну что, пора... Нам уже подошло время заканчивать. Потихонечку подкрадывается окончание нашего сегодняшнего занятия. Хотел сказать, лекция, ну, занятие. Встреча! Во! Видите, Славичка ее подобрал. Встреча наша. Наша встреча подошла к концу. Ну... Вы знаете, вот я вас попрошу что-нибудь придумать, какой-нибудь загенотик, а? Попробуйте загенотик придумать. О чем хотите. Можете срастить между собой какие-то два сюжета, например, да? Из одного сюжета персонажа перенести в другой сюжет. Сами придумайте себе. У вас наверняка есть на уме какие-нибудь бродячие сюжеты. Не может быть, чтобы вы не смотрели телесериалов, или кинофильмов, или книг не читали таких вот в мягких переплетиках такие, знаете, да? И читайте ведь, я знаю, про всех там. Про любовь, про воров. А вы попробуйте, пересадите их из одного места в другое. Посмотрите, что получится. Да попробуйте это словами рассказать. Или хотите, можете даже мне написать. По электронной почте пришлите. Да. Я вот вместе с вами, так сказать, посмеюсь. Не порадуюсь. Так вот. Радостная улыбка, радостный смех. Смех ведь не только бывает, ха-ха-ха, какую-нибудь глупость придумал. Как здорово, как здорово все это он придумал. Радостно мне. Радостно мне бывает за вас. Да, вот, конечно, самое хорошее, это когда ученики научатся в себе разбираться. Да, я вот сейчас такую хорошую находку сам для себя придумал. Установить с вами какую-то обратную связь, да? Было бы здорово, мне бы ученики бы радовали. А правда, напишите мне письмо, а, какое-нибудь. Да, может даже какое-нибудь противное написать письмо, да? Критическое. Кстати говоря, я бы говорил вам, что критика всегда помогает. Когда хвалят, это приятно, но вот когда ругают, это вот понятно. Вот тренер, он ведь не то, чтобы хвалит. Как тренер тренирует спортсмена? Ну, похвалить можно. Ну, чтобы не отчаялся человек. А так он, так вот, в тени живот, вот, не так держишь, вот так вот, чётче хватайся за турник, или так вот, закрывай нос, а то тебе вот его разобьют. Если боксёр, а турник, это если он спортсмен. Научившись правильно излагать свои мысли, вы научитесь и правильно понимать чужие мысли. Очень часто, ну, вы можете сами придумать массу анекдотов, от неправильного понимания чего-то, сказанного другим человеком, смысл ситуации совершенно меняется, да? А так вы будете правильно понимать. Вот учат вас, ну, ваш покровитель, родитель, например, да? Не делая этого. И пытается вам что-то объяснить. А вы набычились, ну, обычно так, молодёжь, набычится. И делаете вид, что вот она умнее гораздо того, кто её учит. А на самом деле не то, чтобы она умнее. Хотя, конечно, вы развиваетесь, вы, конечно, должны быть вершиной, так сказать, эволюционной лестницы, да? Или следующей ступенькой, в любом случае. Вот. Дело-то не в этом. Дело в том, что до вас многое не доходит. Что тебе говори, разговорись, а тебя как от стенки горох. Так он горох-то потому, что он говорить ещё путём не научился. Ну, тут, конечно, в любом случае виноват воспитатель, что не научил его говорить. Или говорит ему... Ну, представьте себе, воспитатель начнёт ребёнка по-английски говорить, или там на каком-нибудь древнекитайском языке. А тут ему не научил. А вот научи его древнекитайскому, и учи его тогда на древнекитайском. Сразу поймёт, да? Не научил он его. Не сумел он освоить богатство языка. Не сумел развить его, да? Ну, в общем-то, вроде как, и передача для вас, для детей, да? Ну, а с другой стороны, родители надо учить детей. Говорить-то интересно. Развёрнуто много. А сейчас так получилось, было целое поколение людей, которые, ну, не особенно учились говорить. У них уже дети подрастают, пришли к нам учиться. А их говорить-то дети, родители не умели. Нам приходится вас учить, да? Это очень похоже на ситуацию, которая называлась ликвидация неграмотности, да? Вот такая вот была героическая, эпохальная ситуация, когда ликвидировали неграмотность населения. Ну, вот, и я сейчас пытаюсь ликвидировать эту неграмотность населения. Наконец-то до меня дошло, чем я сейчас занимаюсь. Нравственную неграмотность ликвидирую. Желаю вам при всём при этом удачи. Всех вам благ. Счастья и радости. До свидания. Счастья и радости.